Привет, кто в записи сейчас смотрит. Значит, мы сейчас со Степаном проводим эфир про домашние роды. Степан может тоже там в Zoom приветствия сказать, чтобы ты появился на экране. Сейчас. Я есть? Да, да. Просто говори. Всем привет. Степан пригласил меня провести эфир про домашние роды. Я такой думаю, ну что я там могу сказать про домашние роды. Ира же рожала. Ну что я могу сказать. Ира говорит, давай ты присоединишься тоже, потому что тебе реально больше можно что сказать. Она говорит, Макс, слушай, мне реально интересно, что ты скажешь. Давай вы проведите мужской такой эфир, мужской взгляд про домашние роды. Ноки. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну сколько нас хватит? На минут 20, 25, а потом давай подключайся, я думаю, будет интересно тебя подключать. Ну, в общем, она сейчас детей ложит спать. Если получится, она подключится. Действительно, было бы хорошо, чтобы она подключилась. Пока что давайте со мной. Да, такая, собственно, у меня была такая идея. Ну, для начала я тебя поздравляю с таким событием. Это очень знаково вот сейчас. И действительно надо на созидание переключать внимание. И хотелось бы, конечно, услышать именно от тебя. Да, потому что, ну, женщины, они привыкли, ну, как бы в этой теме крутиться, да. Для мужчин часто эта тема, она как бы, ну, неведомая, скажем. А тем более домашние роды, да, это уже совсем близко. И мне интересно именно твои ощущения, что ты почувствовал и почему вы сделали, ну, именно дома. Конечно, хотелось бы начать, вот у вас же это второй ребенок. Вот первый ребенок, он тоже дома у вас рожали? Первый тоже, Ира рожала дома. Ну, со вторым ребенком уже вопроса не было, где рожать. С первым, там где-то за полгода, наверное, Ира начала исследовать, потому что у нее там были, точнее, особенности строения женских половых органов. И, в принципе, ей сказали, что, ну, практически, что точно надо будет делать кейсеры. И это ее как-то очень сильно, Макса, плохо слышно, да. Это в Инстаграм. Сейчас я, так лучше, да. Вот, надо будет делать кейсеры. Это ее промотивировало, значит, разбираться вообще в этом вопросе. И я, ну, я начну все-таки с тех первых. Вот, и, ну, я вообще не думал. Понятно, что Ире рожать особо, просто наблюдал, что она исследует эту тему. Мишеля Одина, по-моему, если я не правильно запомнил, как зовут. Вот Мишеля Одина читала. Потом как-то я попал с ней на один из эфиров. Помню, что девушка молодая из Москвы. Где-то она уже там жила в Таиланде или где-то на Бали. Как рассказывала про роды. Вот, и там я поприсутствовал. Прямо поприсутствовал на ее эфире. Вот, и она рассказывала, что... Это меня прямо очень сильно тогда включило. Я тогда задумался об этом. Потому что до этого, ну, так, я своими делами занимался. Ира немного исследовала эту тему. Вот, но она исследовала, еще раз скажу, что ей... Ну, то есть вот эта перспектива делать Кесерова ее очень не устраивала, так вот скажем. Вот, и когда мы слушали, в общем, этот эфир этой девушки, она рассказывала, показывала, как рожают кошечки, как рожают собачки, как рожают, в общем, разные животные. Для них это вообще естественный процесс. Ну, обычный абсолютно. И только для людей почему-то это стало вдруг какой-то проблемой, сложностью и чем-то таким суперособенным. Да, я хотел пример им привести. Я встречал историю. Индейцы спрашивали, почему ваши женщины рожают в больницах? Они что, больны? Да, и вот она очень классно так... Ну, просто молодая девушка рассказывала про это, и очень классно она как-то так подвела эту тему. Вот, и я действительно так прямо увидел, ну, действительно, это же естественный процесс. Вот, и тогда я тоже начал включаться с Ирой. Ну, не помню уже, что там я... Ну, подслушивал какие-то ее лекции, там что-то она мне рассказывала, делилась. И нам бы советовали тогда Даулу. Вот, Даула, ну, я не знаю, как это перевести там на... Скорее, это можно сказать как... Даже это не акушерка. Акушерка, скорее всего, это все-таки медицинский работник. Это больше как... Не знаю, возможно, это как в старые древние времена, как повитуха. Ну, в общем, тот, кто принимает роды. Вот, сейчас в современном таком, в этих областях языке называют Даула. Вот, и мы тогда познакомились с Джамилей, Ира пошла к ней познакомиться. Вот, рассказала про свои особенности. На что Джамиле сказала? Для родов нужно глубоко беременная женщина. Ира, когда с ней пообщалась, в общем, она прямо успокоилась. Она поняла, что вообще беспокоиться нечем. Вот, потому что Джамиля рассказала, что у нее были случаи, когда рожали и ногами, которые не рожают, то есть не принимают в обычных родовах. И попой, вот, и каким только образом не приходилось принимать роды. Вот, поэтому, ну, в принципе, вот мы с ней договорились, и мы с ней рожали первого ребенка. Вот, мы для этого сняли квартиру, так у нас получилось, на чайках. Вот, я... Давайте тут я расскажу. Я тут представлял, так, из фильмов советских или каких-то там фильмов, что это очень сильные крики, что это страдания, долга, крики. Я думал, сейчас, ну, мы снимаем квартиру, но обязательно, я думаю, что... Думал, что соседи прибегут. Но это у меня четкая картинка была. Вот, кого тут режут или что-то вообще происходит. Ну, то есть я так... Вот, а получилось так, что Ира, у нее начались схватки где-то под утро. О, Ира как раз идет. Класс. Добрыня уложила спать. Когда у тебя первые, Добрыня, схватки начали? У меня в 6 утра. В 6 утра. Вот, и Джамиля так не спеша, он говорит, хорошо, хорошо, в общем, я там через пару часиков к вам приеду. Приду, приду. Она там недалеко живет. Жила тогда. Я даже не помню, чем я занимался, в общем, какой-то помощью там занимался. Вот, и помню, как Джамиля приехала. Вообще, она мусульманка. Я на расслабоне такая пошла, помолилась, переоделась. Вот Ира там пока отужилась, или там у нее пока схватки было, она там в Инстаграме что-то свое занималась. Вообще на полном. Вот я рядышком сидел. Ну, это помогало? Что? Это помогало ее состояние? Ну, во-первых, не то, что помогало. У нас там процесс шел естественным образом, сам по себе. Вот, то есть там просто ее присутствие успокаивало, потому что она, как бы, понятное дело, в этом уже не первый раз, и специалист, поэтому меня ее присутствие просто давало уверенность и спокойствие. Поэтому вот так вот. Короче, история вдохновляет, пишет в Инстаграме. Что-что? Ваша история вдохновляет. Да, мы сейчас еще расскажем про второе роды, потому что это были первые, это были для нас вообще. И когда Ира родила, вот, тоже что-то за пару часов, уже Добрыня, услышали его крики, правда, мы еще не назвали его тогда. Вот я тогда с таким удивлением говорю, а когда мы будем рожать? Это было в смысле того, что когда мы будем кричать и страдать? Вот, и когда ждать соседей? Она уже родила, вот, уже на руках все, и я, ну, это как раз, когда я успел заснять на видео этот процесс тоже. Вот, это были первые такие роды, все легко прошло, вот, ну, и дальше там Джамиля уже необходимые процедуры, да, и манипуляции делала, которые там она знает. Вот со вторым, с Добрыня, а, я что еще расскажу? Вот это важный момент, как со своей стороны, Ира потом уже добавит уже со своей стороны. Мы пошли первый раз в роддом становиться на учет, это еще с Добрыней было. Пошли становиться на учет, в общем, мне сказали, пойдите, сдайте анализ на спид, вот, или что-то еще, или просто на спид, вот, или что-то тоже там говорит, пойдите, сдайте анализы, по-моему, какие-то витаминки пейте, железо в общем пейте, мы такие вышли из этого роддома, немножко, ну так вот, мягко сказать, офигевшие. Вот, я такой говорю, Ира, по-моему, нам сюда вообще больше не надо заходить, обратно возвращаться не надо, то есть я вообще не понял, что мы тут делали. То есть просто зашли для того, чтобы понять, что нам сюда не надо больше заходить. Понятно, я никакие анализы сдавать не пошел. Ира, про железо, ты сдавала анализ на железо? Нет, не сдавала анализ. Да, когда потом подруга говорит, я пошла сдавать анализ, тоже она так, естественные роды, она потом сдавала, то есть рожала тоже у Джемилии. Джемилии. Она говорит, я пошла потом тоже сдавать анализ, ей показалось, что железо маленькое, очень какое-то низкое, низкое содержание там в краю, в общем, обязательно надо пить какие-то там… Нет, врачи сказали, что все, госпитализация, в общем, безответственная мать, в общем, накрутили ее. А до этого, перед тем, как сдать анализ, она проходила два этажа роддома, где ей все время говорили, что что-то с ней не так. И понятно, что результат анализа, соответственно, еще хуже был. И в итоге она в таком стрессе, потому что у нее мама медик, которая узнала, что у дочери такие тоже, соответственно, начала давить на свою дочь, что как она может себя так вести, что срочно нужно госпитализироваться. Вот. А в итоге, когда мы с ней поговорили, я говорю, в каком состоянии ты была, какой ты анализ давала? Она говорит, да вот, накрутили же меня, конечно, была в состоянии не очень адекватном. Ну, в общем, мы поговорили с ней, говорю, давай ты через два дня пойдешь, успокоишься, погуляешь в парке. Это Ира ей советует. Будешь сдавать анализ, подышишь свежим воздухом в парке, насладишься процессом, сдашь анализ и посмотришь. Ну, в общем, она через пару дней сдала этот же анализ, и у нее был в норме. Ну, то есть, то же железо через два дня было в норме. Без каких-либо лекарств, и всего остального. То есть, просто она спокойно пришла после прогулки в парке, и у нее все было в норме. Так это на прямую заявление. Мы оттуда выходим и входим, поэтому в этот раз мы не ходили уже. В этот раз мы вообще не регистрировались. Вообще, мы туда, никто не знает, что там в системе, что Ира была беременна. Так отлично. Вообще, я считаю, что только заходишь в больницу, так у тебя сразу все показатели. Да. Есть такое, да. А, и что было там первый раз еще, ну, это то, что если вы, вдруг для вас это как опыт будет чем-то необходимым и полезным, вот, что мы решили, конечно, что мы туда больше не будем ходить. В роддом. Все, сами уже будем разбираться дальше. И звонили Ире уже перед самыми родами, тоже говорили, что и угрожали, и говорили, что там ты безответственная мать, что там ты рискуешь. Вот, мы как раз ответственно к этому подходили, мы знали, но вот это, конечно, вот эти угрозы, они были неприятны, или пришлось буквально немного там поработать с собой, чтобы успокоиться, чтобы, ну, вот это то, что там манипуляция и давление со стороны работников роддома. Ну, скорее всего, понятно, что они свою какую-то функцию выполняют, и для тех, кто не безответственный, или действительно, кто, ну, не знаю, в каком состоянии, они эту функцию выполняют. Вот, но нам пришлось какое-то время или поработать с собой, чтобы, чтобы все, это перестало ее цеплять, и мы смогли спокойно дома родить. В этой функции нет не встроенный вопрос, как у меня дела, а сразу вопрос, что, почему я до сих пор не у них, да, поэтому, но мне удивило больше, что в тот момент, когда мне звонили, звонили Максу, и с ним разговаривали очень приятно, а со мной нет. Да, я не помню. Да, я помню, ты сказала, мне звонили, спрашивали просто, что у нас происходит. Я помню, этот момент меня удивил, насколько раз. Это про первого или этого? Про первого. Это про первого, да. Тут там спрашивают у тебя, кстати, много вопросов. А вот эти УЗИ и все такое, как вы вообще считаете, вредно, невредно, и делали ли? Что делали? УЗИ. УЗИ? С Доприней мы делали одно УЗИ, и с Любавой мы тоже делали одно УЗИ. по Доприней, потому что у меня, так как по моим показателям по-женски, можно так сказать, гинекологи вообще поддавали сомнению мою беременность, могу ли я забеременеть. Вот, и потом у меня есть два показателя, как это называется, патологии, женские патологии, которые являются причиной, почему нет, я не могу родить сама. да, то есть одна патология, а раз у меня их две, так вообще это запрещено, и поддается сомнению. И поэтому я как бы в первый раз делала УЗИ из-за этого, а второй раз, так как мы были вообще в другой стране, были состояния разные, поэтому для меня, для моего спокойствия, я сделала еще одно УЗИ, что все в порядке, и больше после этого даже не задумывались об этом. Ну вот первый раз было страшно, вот Добрыня, когда появлялся на свет, то есть еще неизвестно, что да как. Роды когда были? Да. Там и роды? Нет, вообще мне было страшно. Уже это было состояние ура, встреча случится, но до этого у меня было девять месяцев, десять месяцев, да, как оказалось для меня, десять месяцев, когда я готовилась, потому что страшно было, когда я забеременела, и когда тебе говорят, что у тебя там, есть патологии, по которым ты не можешь, да, то есть с тобой что-то не так, и что-то я зависима от кого-то, и кто-то решает за меня что-то. И вот я работала со своей головой, искала ответы на свои вопросы, почему это естественно, почему я не должна повторять опыт моей мамы, да, потому что у меня есть рассказ мамы, что я рожалась очень болезненно, что меня поворачивали щипцами, что врачи меня спасли, потому что я лезла попой, и, конечно, я сама не родилась, ну то есть такая прям история-история, самая страшная история из страшных историй, которые не могу не рассказать. Если вас это интересует, вы тоже посмотрите, какие у вас истории там записаны по поводу родов, это просто у Иры, она это выгружала, она видела, что у нее записана такая история, мамы, на что рожать, это сложно, что там щипцами, и вообще это ужас. Да, что роды это, да, то есть у меня была прям история, что такое роды, и очень классно, вот, ну, я с Джамилей рожала, она очень классно говорит, что каждый род индивидуальный, вам не нужно повторять эту историю своих родственников, да, которые вас искат, ваши роды, они ваши, и даже каждый последующий род, они отличаются от предыдущих, так оно и есть. И вот я видела, что у меня эта история, как только подгружается, как только я думаю о родах, и я вот работала над своим состоянием, выгружала из своего восприятия, что роды это вот так, потому что в детстве я очень любила кошек, и в моем детстве эти кошки рожали очень легко, я видела, что что-то неестественное в этих историях, да, что да, может быть такое, это есть такая история, но это не значит, что у всех так, и для меня это вот, я возвращалась к вот этому восприятию естественности, и благодаря примеру, да, то есть тому, что есть такие даулы, которые как Джамиля, которые показывают, что есть естественные процессы, которые мы забыли, или забываем по какой-то причине, да, у каждого она своя, что у нас есть, как я бы сказала, теперь уже безответственность, мы ее перекладываем на врачей, на кого-то, думаем, что рожаем не мы, а врачи, да, нам помогают, что как будто этот процесс чей-то, но он не, он только мой и моего ребенка, да, и все, если еще мой муж, да, мужчина, который был в момент зачатия, присутствует, это еще вот наш родовой процесс, все остальное, это как бонусы, подарки, ну и соответственно, когда вот это восприятие у меня вернулось, и это было последним шагом, было тогда уже вот момент был, я уже решила точно, что я сама рожаю, да, то есть я чувствую, но я не могла решить где, потому что у нас в Киеве есть роддомы, где они предлагают, говорят, естественные роды, как дома, там есть бассейн, все-все есть, мы вас не трогаем, мы предоставляем тепло, тихо, темно, да, вот эти условия, когда естественность может случиться, да, по Мишелю Одену, кому интересно, можете почитать, то есть там много ответов я получила у Мишеля Одена на вопросы свои, почему естественно происходит, как случится, может все естественно, и что не позволяет родить естественно, да, все, что происходит, и какие там процессы происходят, которые наоборот мешают этому, и как это устранить, и вот когда я начала ходить в роддомы, ну, они начинают говорить, что да, мы предоставляем такие услуги, так как у меня была еще патология, в голове моей, была патология, я искала такой роддом с врачами, которые дадут мне родить, ну, и конечно же, я возьму с собой до ума, но когда мы приходили в Лелеку, мы ходили в частные, в государственные клиники, и я слышала такую, знаете, как, что да, мы даем такую возможность, но что-то там было не так, ну, вот я чувствовала, что что-то как-то не совсем искренне это говорится, ну, вот чувствовала, что что-то все-таки, в моем случае, если они увидят мою карточку, в которой написано, патология, патология, мне могут не дать родить, и вот когда я пришла к Джамиле навстречу, знакомиться, да, вот знакомиться, вот что я ищу до улу, да, говорил, я первое, что увидела, я поняла, что все, это, мне можно было дальше не знакомиться, я его просто увидела, это как поле, материнское поле, которое вот, ну, все, тебя окутывает, ты доверяешь, и вот ты можешь просто раствориться, быть уязвимым каким угодно, бесстрашие в таком доверии, да, и я ей задала вопрос, вот у меня есть такие две патологии, врачи меня пугают, что это невозможно родить, вот, и когда она мне сказала, ну, Ира, если Бог тебе дал ребенка, что он не придумал, как он оттуда выйдет, да, то есть, ну, как это, что жизнь не продумала это, и когда она вот сняла мне последний блок с моего сознания, что я верую в эту иллюзию, что как будто я не могу сама родить, да. И еще один из, один из, когда она подписала с тобой разграничение ответственности, я же сказала. да, и последний момент, это когда вот эта последняя отдача моей ответственности мне, что это мой процесс, то есть, мой процесс, мое тело, мой ребенок, и только я могу чувствовать себя, чувствовать, что происходит в этом процессе, да, и присутствовать при нем, и она, когда был вот этот договор, не договор, про ответственность, про ответственность, то есть, что такое вообще роды, кто за что отвечает, там были видео, ссылки на YouTube, как происходят роды, что бывает реанимация ребенка, и что реанимация ребенка, это не так красиво, что он может быть синим, что он может быть долго не дышать, да, что на самом деле, что он может быть неживым, что, да, что есть всякие случаи, да, то есть, не жить в иллюзии каких-то бабочек, там, и единорогов, что жизнь, она разная бывает, разные ситуации происходят, и что нужно быть ко всему готовыми, и вот готова ли я, да, то есть, к этому всему, и еще одно дополнительное видео было, показать, насколько мы, существа, более разумные, чем животные, со слонихой, там, где слониха рожает слона, и он неживой, и что делает слониха, она начинает бить его задними лапами, начинает его толкать, ну, да, как ребенка перекидывает, это как реанимация ребенка, потом наматывает его нос на свой хобот, начинает высмактывать слизь, то есть, как жизнь, да, она же не заканчивала никаких университетов, не смотрела никаких ютуб-каналов, видео каких-то там рожениц или даул, то есть, это встроенная функция материнская, она высмактывает слизь и все, и он начинает дышать, этот слон, слонинок маленький, вот, это показано, как природой в каждой матери, да, заложено уже, вот этот момент встречи, и точно так же, как мы родили вот Любаву, когда никого нет, я вижу там, что она немного хрипит, у меня естественный процесс высмактывать, там, слизь идет, я не знаю, что делать, я просто это делаю, да, у меня нет этого опыта, просто делаю, вижу, результат происходит, то есть, это срабатывает, когда мы присутствуем, когда я знаю, что это мой процесс, все, мой единственный процесс. Ответят на такой вопрос, потому что, как он тут важный, ну, типа, подписывают разграничение ответственности, и ответственность, если что, она ни при чем, ну, типа, грустная, лайк, то есть, грустный тут смайли. Так, а врачи тоже ни при чем, вы же знаете, что они в конце говорят, мы по протоколу работали, у них по протоколу, ваши врачи не берут ответственность, тоже ни за что, у них все по протоколу, никто не берет ответственности, это только ваша ответственность, Вот это нужно осознать, только моя родительская ответственность. Никто не возьмёт ответственность за любой процесс, который будет происходить. Вам всегда объяснят, почему с вами что-то было не так, поэтому с вами это случилось. Вот так это скажут. Не они что-то сделали, не кто-то что-то сделал, а с вами что-то было не так, и вот поэтому у вас сейчас такой результат. Так они изначально уже сразу говорят, ещё за 9 месяцев, что уже что-то не так. Ну да, да. Они уже солому себе сразу подстёкнули. Нет, вот это, на секундочку. Ну я просто хочу закончить, что здесь вот нужно осознать, что здесь не грустный смайлик, здесь вот радость возникает. Здесь радость возникает, что это моя тотальная ответственность. Это же круто. То есть всё, я за этот процесс отвечаю. То есть если я готовлюсь, осознаю этот процесс, и то я присутствую в этом процессе, всё будет происходить только так, как я чувствую. А вы же всегда чувствуете. Вот как слониха, которая присутствует, она всё чувствует, что нужно делать. Но когда вот это есть ожидание, что кто-то ещё должен что-то делать, вот этот момент затормаживает сам процесс жизни. Вот те секунды самые ценные, которые важны, например, для реализации чего-то, какого-то действия прямо сейчас, вы можете потерять. Давайте я тут ещё добавлю всё-таки, что это не с нуля была у Иры подготовка. Всё-таки, что мы уже давно вообще с психикой своей работали, уже сами проводили ретриты, поэтому у Иры не было страха боли вообще в принципе. Вот. И страха не было. Вот. Которая является одной из первых причин, почему страдания, почему, ну, в чём затруднения происходят. Ты тут расскажи. Ну, вот это, да, я это узнала. Ну, больше всего для меня стало это откровением, потому что когда я уже сейчас, ну, как готовилась, не готовилась, я уже сейчас с доверием была ко вторым родам, я даже не думала, где, что, с кем буду рожать. У меня когда Кума спросила, Ир, а ты как, когда с кем будешь рожать? Я говорю, так я же всё равно рожу. Ну, с кем-то рожу. То есть я вообще об этом не думала. Вопрос был настроить своё тело. Мы когда приехали в Украину, я сразу начала заниматься телом, потому что поняла, что где-то я там сбоит у меня, чтобы, то есть моё тело, да, самое ценное, это сонастройка моего инструмента, в котором этот процесс происходит, а не ожидание, что кто-то будет за меня рожать. Так вот, для меня было откровением, что когда там, ну, как помощница Джамили, она очень много, пару лет уже с ней на родах, но она не говорит, что она даула и не говорит, что она помогает. Я спрашиваю, Ир, а почему, почему? Ты же столько уже всего знаешь, ты же всё время взаимодействуешь, ты это делаешь, почему ты? Она говорит, ну, потому что большая часть времени занимает в моменте родов этот процесс уговорить женщину остаться дома и родить, ну, то есть как она решила вначале. Не испугаться. Потому что получается в момент страха боль появляется, ну, как боль, да, то есть что женщина не умеет встречаться и расслабляться, да, взаимодействовать со своим телом и, соответственно, ожидание, что, ой, я сейчас побегу, мне сделают там, обезболят, что-то там сделают, врачи, ну, что-то порешают и всё случится, да, то есть ожидание. И вот это, что или едем, или не едем, и вот занимает большую часть родов это процесс уговаривания роженицы остаться и рожать, естественно, дома. И для меня дошло, да, что вот этот момент, что сонастройка себя и вот взаимопонимание процесса, потому что когда мы называем схватки болью, то тогда у нас есть отсоединение тела, да, мы переходим в голову, и в голове идёт сопротивление, контроль, ожидание, здесь время, ну, а здесь как раз наоборот, нужно идти из головы, голова здесь вообще отсутствует, потому что во время схваток я теряю связь, я вот у меня второй раз уже роды, и связь, вообще возможность разговаривать, нет такой возможности реагировать, говорить, отвечать, соображать, взаимодействовать. Ясность появляется уже в момент потух, я вот заметила, потуги появляются, то тут такая ясность, присутствие, вот сейчас вот последний уже процесс, когда сейчас ребёнок появится, а во время схваток внимание вообще всё уходит из головы в тело, и вот когда в теле здесь нет боли, здесь чувство схваток, вот схватка есть, и схватки нет, это я вот не чувствую, что можно так назвать, и соответственно, здесь никто и помочь не может, то есть здесь процесс, когда тело готовится, да, я вижу, что этот цветок раскрывается, тело готовится, жизнь толкает жизнь, для меня вот это, я вот так воспринимаю этот процесс, поэтому всё, что со мной происходит, я воспринимаю, вот, ура, скоро встреча, скоро мы встретим кого-то, такого инопланетянина нового, на нашей земле, и это вот у меня интерес этот вызывает, поэтому для меня роды, это не про боль, это про проявление жизни. Помещие идут, по столу чем-то. А, ты тут не про боль. Ага, спасибо, это Ира трогала просто микрофон. Да. И там вопрос интересный был, вы веганы, ну, или нет? Не, мы не относим себя никакой, не называем себя ни веганами, ни вегетарианцами, ни средами, больше про интуитивное питание, потому что во время первого, как, беременности, у меня очень было много желания голодать, я до этого уже два года не ела рыбу, морепродуктов, ничего не ела, но на седьмом месяце мне очень сильно хотелось рыбы, морепродуктов, очень много яиц, хотя их не ела, и так как тело у меня просило, у меня не было запретов, что я какая-то, я спокойно начала есть рыбу, и мне было хорошо, то есть я не заедала чем-то другим, и прекрасный, здоровый ребенок родился. Спасибо. Тихо, подожди, ты принесла, это тут не хорошо. Вообще, ну, на данный момент это вообще не важно, веганы, не веганы, это, тут вопрос самоосознания, это, это отдельная большая тема, да, то, что мы люди, это мы можем только определить, потому что мы в этом теле находимся, а кто в этом теле находится, это вообще отдельный разговор. Ну и вообще, мне очень грустно воспринимать, что наше тело создается из, как из элементов рыбы, мяса, или там морепродуктов, или фруктов, что витамин, там в морковке витамин А, нужно есть морковку, там, или железо, это только, там, железо, это только шпинат, или еще что-то. Не машину. Да, сейчас сделаем. Когда наше тело в материнской утробе, да, мы же, сколько всего создавало, кости, мышцы, и мы ничего, вот я отдельно ничего не ела, когда была детьми, я ела точно так же, как и когда была одна. Опять помехи там, этот постовый. Это я поправлю поправлю. Я ела, но тело мое, да, в моем теле создавалась жизнь, еще одна, которую просто мы родили, и просто смотрим, как это вообще все появилось, как это все сформировалось в нашем организме. Поэтому воспринимать, что вот это отсюда, это отсюда, это очень, очень узко, узкое такое восприятие, не как по мне. Давай тут есть в зуме некоторые вопросы, можно было поотвечать. Да, там много про кесарева спрашивают. И в инстаграме, кстати, был вопрос там. Про кесарева, тут был вопрос, если было кесарева, можно ли родить? Можно родить. У Джамиля очень много примеров, когда после двух кесарев выражали дома. А где это кесарево? Это папин. Недавно, кстати, в каком-то даже другом городе женщина родила сама дома с Даулой, это из команды Марьям, они делились, и потом приехали в роддом, и узист удивлялся, как вы после кесарева, он впервые в своей жизни увидел женщину, которая после кесарева родила дома, и был в восторге, что вот, а оказывается, так можно. То есть даже в медицине не все медики знают, что на самом деле это реально и естественно и просто. По-другому не может быть даже, не знаю. Но понятно, что каждая женщина должна чувствовать себя, да? Все же начинается с нашей головы. Если я не готова, то, пожалуйста, наше время есть кесарево, да? Но если вы чувствуете, что у вас все-таки есть вот это желание, естественность, и вы чувствуете, что вы готовы, и вы к этому готовы идти, то у вас есть возможность найти поддержку, найти поле, где вы можете общаться с какими же женщинами, да? То есть вы можете находить информацию. Сейчас у нас время информации, которую можно спокойно черпать и находить способы для того, чтобы себя подготавливать. Но тут кесарево, не кесарево делать, тоже вы можете еще поизучать, как они, пренатальная матрица Грофа, для того, чтобы, ну, хотя бы эту тему немного ориентироваться, как естественные роды и вообще, как эти стадии родов, как они влияют потом на обострятие будущего ряда. Есть такой опыт, когда сколько-то поколений бульдогов кесарили, ну, это как пример, да, что у них просто чаще они окончатся, и смотрели там, честно, не скажу, какое количество, 20 или 40, ну, сколько-то поколений кесарили, и потом пытались разродить. Так вот, за какое-то количество поколений потом не смогли, естественно, то есть эта функция исчезла у бульдогов, они перестали рожать, естественно, после кесарева не смогли разродить, они всегда умирали в родах. То есть это про то, что если мы теряем связь со своим телом, если в поколении есть какое-то количество кесарево, ну, там, сколько-то поколений будет у женщин, то это будет вопрос, может ли это поколение дальше само рожать, естественно, детей без функций, без докторов, да, то есть получается, мы становимся зависимыми, и приходя в больницу, вернут ли нам ребенка, когда мы родим в будущем, да, с этими законами, которые сейчас принимают или нет, это уже будет большим вопросом. Ну вот важное дополнение. Тут многих волнует, и мне интересен вопрос про свидетельство о рождении вообще, ну, как вы считаете, оно надо или не надо, и будете ли вы там делать это все? Ну, с Добрыней мы очень легко и быстро за пару дней сделали свидетельство о рождении, но мы тогда еще так тоже эту тему не слишком глубоко, у нас вопроса тогда не стояло вообще, делать, не делать, делать тогда было, то есть мы еще так не изучили, не исследовали этот вопрос. Сейчас мы тоже по свидетельству не задумывались, но когда родили, пару комментариев там прилетало, вы же не собираетесь регистрировать его в системе, вот. Ну и тут, конечно, у нас пока вопросы по поводу пересечения границы там без паспортов, вот, и, скорее всего, мы, Любаву, будем регистрировать, пока на данный момент, думаем, что будем регистрировать, пока не видим другого варианта на данный момент. Вот, и Римма Белоцерковская, которая с нами, тоже мы с ней взаимодействуем, тоже говорит, что, скорее всего, да, надо будет регистрировать. Там есть другие нюансы, о которых, если что, она сможет уже рассказать как юрист, вот, но, скорее всего, да. Ну, а вот интересно, если, допустим, вы на машине пересекаете границу, ну, с ребенком, да, знаете, что это ваш ребенок, ну, то есть, засвидетельствовали сами, что это ваш ребенок, но он нигде не зарегистрирован. Как вам, ну, вот интересен сам процесс, то есть, о них что-то? Степан, ну, этого опыта у нас нет, у нас еще нет опыта, ладно, там, самостоятельного проезда без документов, а что там, говорит, провозить какого-то ребенка, неизвестно, как. Тем более, который еще не может даже сказать, что, да, это мои родители. Ну, да, тут такое. Я даже, когда пытаюсь сформулировать этот вопрос, еще... Тут кто-то пишет в Инстаграме, что, случайно, требует реструваты. Ну, это ваше такое видение, понятно, привычное в коллективном нашем восприятии, но сейчас есть и другие уже мнения, другие видения, поэтому вы их тоже можете поисследовать. Ну, кстати, поэтому я у себя создавал такую тему, как родовая община, то есть если оформить это как родовую общину, вы можете регистрировать и собственность, ну, и детей в эту родовую общину, то есть у вас уже как бы что-то есть. Я поэтому, собственно, этот вопрос и поднимал. Но он пока тоже как бы практически не изучен, и на практике я еще как бы не встречал людей, которые реализовали это позитивно. Ну, что-то реально вот сработало и да, вот. Ну, может, никто не пробовал, я не знаю. Ну, и звук от наушников какой-то. Так, ну, хорошо. Давай еще поотвечаем. Тут я смотрю, в чате есть в Zoom вопросы. А там был вопрос по поводу пуповины, но, Ира, я это наблюдал, в принципе, я тут могу ответить на этот вопрос, что делали с пуповиной. Это тоже, даже с Добрыней, это был смешной процесс, потому что, ну, пуповину не отрезали. Ира, кстати, это очень удивлялась, что как это, пуповину не отрезали, потому что представление было. И не завязывали. И не завязывали ничего, не отрезали. Вот родилась сматка, да, или как это называется? Плацента, плацента. Плацента и, ну, все там полностью кровь из плацента пропульсировало, пульсировало, и Добрынино тело перешло. Вот, и потом, естественным образом, пуповина пересохла, когда мы вызывали, вызывали, как это называется? Ну, в общем, врача или как там. Она, конечно, была в шоке, говорит, я не знаю, что писать, потому что в их форме было написано такой, там вариантов типа не было, а было такое, пуповина обрезана и обработана. Ну, и типа надо было галочку поставить, да или нет. Вот, или да. Ну, скорее всего, не то, что да или нет. Да, потому что другой варианта не было. Вот, и тут... И тут, в общем, пуповина еще на плаценте держится и просто рядышком лежит. И она, конечно, была немножко вообще, у нее сдвинулось, у нас восприятие. Такая, что тут писать вообще? Ну, в общем, они галочку поставили, потому что у них другого варианта не было. А сколько времени прошло? Два дня. Джамиля, по-моему, через два дня пришла, она начала уже отламываться и отламывалась. А с Добрыней... Ой, с Любавой. Любаву вообще, ну, кто, может быть, не слышал, Любаву вообще до Ола не успела приехать. То есть Ира, если вы видели видео, она с 4 часа вечера говорила, что все, пошли рожать. Ира говорит, пошли рожать. Вот, ну, я думал, ну, пошли рожать, там это полдня еще будет. Я там еще пошел там что-то на участке делать. Вот, а Ира, у нее уже начались схватки, потом потухи. Я понял, что уже на участке я ничего не успею делать, надо с ней присутствовать. Вот, и я через какое-то время включился уже с Любавой. Тут я уже прямо осознанно-осознанно, потому что до Ола ехала там с Киева, мы за городом живем. Вот, и я прямо в моменте начал просто включаться и чувствовать, что делать, там где надавить, слушал Иру. Где погладить, где поднажать, где промассажировать. Добрыня, там кто-то спрашивал, Добрыня был ли с нами. Нет, он с нами не был. Он с Любавой, он залез в бассейн надувной. Ну, мы надули и залили воды. Вот, Ира, мы почувствовали, что он отвлекает, и, значит, ну, Иру так отвлекает от этого. Вот, и хотели его отвезти там к родственникам. Добрыня сказала, что нет, не хочу к родственникам. Ира говорит, мама будет рожать. Добрыня говорит, я тоже буду рожать. Ну, в общем, в итоге, все-таки мы его уговорили в комнату пойти с бабушкой и лезть спать. Вот, он пошел там. А, мультики. Он согласился на мультики. В общем, мультики его отвлекли. Вот, и дальше уже мы с Ирой были вдвоем. Пока, пока Даула ехала, Ира уже почувствовала, говорит, когда ясность наступила, она говорит, все, выходим из ванны, из ванночки. И начались потуги у нее. И мне, и это был чудесный этот момент, что Даула не приехала, потому что иначе бы этого чуда со мной бы не случилось. потому что родилась с любовью мне прямо на руки. Вот. И это естественным образом, я же тоже, Ира говорит, если ты это... Мама, мы раздуми. Говорит, если ты, говорит, смог роды принять, говорит, представляешь, Ира, мне потом на следующий день, ты представляешь, говорит, что люди учатся пять лет, потом договариваются как-то, чтобы попасть в роддом, вот, и потом только могут принимать. Говорит, а ты взял и принял. Так оно же так и должно быть, естественно. Ну, я читал не одну такую историю, где отец ребенка принимает ребенка, и ребенок первого, кого видит, это своего отца. Ну, видит, чувствует. Ну, то есть это... Да, чувствует, скорее всего, потому что, когда головка появилась, я же не специалист в этом. Понимаете? Ну, я смотрю, головка появилась, а все остальное не появилось. Я говорю, Ира, давай дальше рожать, тужись, тужись, тужись. Она, говорит, она уже расслабилась, она потом просто рассказывала. Ну, у них облегчение пришло немножко, она такая расслабилась. Говорит, ты, говорит, говоришь, тужись, тужись, тужись. Вот, и она начнет... И она попробовала, говорит, и все, и я прям на руки принял уже любовь. Вот, а тут с поповиной она и сама оборвалась в природах. Вот, при том, что не было каких-то там рывков, особенно, просто оборвалась в какой-то момент. Вот, а Джамиля была на телефоне, она сейчас не в Украине. Вот, она говорит, ну, у меня пять раз за все время, это пять раз было, ничего страшного. Вот, и мы просто поповину эту перекрыли. Я, не знаю, даже говорить или не говорить, с чем мы перекрыли, потому что... Так это нормально. Да, потому что это вообще настолько просто, естественно. И Ира, при том, это Ира, говорит, Макс, говорит, оборвалась пуповина, говорит, пойди, возьми прищепки из Икеи. Знаете, такие защёлки? Говорит, пойди, говорит, возьми прищепки из Икеи. Вот, я пошёл, нашёл эти прищепки из Икеи. Всё, мы просто на тот момент решили этот вопрос таким образом. Деревянные они? Нет, они не деревянные, а пластиковые такие, которые пакеты очень крутые, очень крутые, для этого подходящие, идеально просто. Если что, всё под рукой поможет. Вот, и всё. Мы с двух сторон пережали пуповину, ну, там уже потом приехала вот эта Ирина, которая дальше уже помогала, она в этом уже опытная всё, дальше уже помогла, всё остальное. Так, а тебе страшно было или не страшно вообще? Вообще, да нет, ну, мы со страхами, в принципе, вообще давно разобрались. Давно разобрались, и, естественно, то есть готовы потоки к тому, что происходит. Поэтому страха не было ни у меня, ни у меня. Ну, я имею в виду, что какие-то ситуации, где врач нужен, что возникнет какая-то ситуация, где нужно. У нас не было ситуации, что... Ну, тут, когда ты присутствуешь, вот я же говорю, как со слонихой, да, здесь приходят в ясности сразу конкретные действия, что делать? Ты их делаешь. А страх, это когда вот отсутствует ответственность, когда ты не присутствуешь, а ждёшь, что кто-то за тебя решит и будет делать какие-то определенные... Ну, как будто кто-то знает лучше, хотя у нас с природой всё уже заложено. Мы сэрой обсуждали, потом я говорю, Ира, ты вообще, говорю, так классно, ну, и расслабилась, и ты действительно рожала. То есть она действительно просто была в этом процессе, она помогала этому процессу, она не блокировала ни страхами, ни зажимала там себе промежность. То есть просто вот это было действительно видно, что она рожает. Вот и мы потом в следующий день обсуждали эту тему, а говорит она, ну, говорит, а как можно было иначе? Я говорю, ну, не знаю, может быть от страха там зажать или что-то ещё. Вот Ира потом рассказывала, что в принципе, что есть такая тема, при родах с мужем, что женщины в первую очередь стесняются, там, опражнение кишечника, что вот это будет происходить. То есть на какие-то вот такие вещи, стыд, которые вызывают стыд, то есть не только страх, и стыд может блокировать. Вот. Но чего у Иры тоже не было. Поэтому она просто действительно всё была в потоке, отдавалась процессу родов. Вот. ты, ну, то есть это действительно быстро там. Я говорю, это стремительные роды. Ну, а говорят, нет, вряд ли это стремительные роды. То есть, но сами роды заняли часа полтора, может быть, до дуны. А сколько в бассейне находилось, Ира? Все схватки и две потухи. Ира, Ира. Все потуху я не выдержала. Я просто подумала, я могла родить воду, но я подумала, что Макс не словит. То есть ему надо было, неудобно ловить, было воду. Ира подумала, понимаете, Ира подумала. Она не только подумала, она ещё сказала, возьми, вот туда положи, успела. Говорит, положи здесь мягенько положи. Притом, она в тот момент уже включилась в такой тон, знаете, как в фильме Дюна, если смотрели фильм Дюна, это мне прямо напомнили, когда они там таким тоном говорили, когда их слушались. Вот это примерно такой был тон у неё включился. И она потом говорит, у меня просто не было на второй раз. Я вкладывала в слова всю энергию, всю силу, чтобы с первого раза. Чтобы Макс сразу понял, что я говорю. То есть это была вот такая вот сила, которая она успевала осознавать, что сделать. Ну и говорила, что мне сделать. Я просто это делаю. Это уже в потулах, когда ясность появляется. Здесь уже чётко чувствую, что когда вы избудите, кто изучает процесс предродовой, чтобы понимать, что происходит с телом. Вот Мишеля Одина очень рекомендует книги и в Ютубе смотреть. Вот там все процессы описаны. То есть что, по чем, зачем идут. И тогда вы чётко осознаёте, когда у вас начинаются уже потуги и когда уже роды. Так регистрировать ребёнка. Ну и кому надо будет, мы вам сбросим. Мы завтра начинаем только регистрацию. Идём получать гинеколога-педиатра эти формы. То есть мы не спешим. Главное, не спешить, потому что вам нужно восстановиться. Вот это главная задача. А все эти бумажки нужно будет получить. Очень важно что не спешить с этим делом. Тем более сейчас в наше время они все говорят, что в наше время все сроки они вместо двух недель делают два месяца. Поэтому у нас тоже ситуация. Так у нас вообще мы никуда не торопимся. Нам вообще некуда спешить. У нас ребёнок родился. Мы счастливы. Тут спрашивают имя Любава. Как вы его выбирали? Откуда? У нас двойное имя. Лучезара Любава. Я начну с Добрыни, потому что Добрыню мы вообще когда уже родился, у нас ещё не было имени. Мы не знали, как мы назовём. Вот пришло оно мне это за неделю до родов. Ну просто пришло там в какой-то ситуации. Не буду её рассказывать. Просто пришло Добрыня. И рассказала Добрыня говорит давай ещё подумаем. Ха-ха, давай ещё подумаем. Давай ещё подумаем. Ха-ха. Я говорю ну давай подумаем. Мне это всё равно в принципе. Ну я так вот пришло мне я так чувствую. Вот и потом когда через два дня после того как Добрыня родился старший сын мой папа говорит как вы назвали говорит ну брата моего говорит вы пора уже называть. Я Ире говорю слушай Баня говорит что уже пора называть. Давай будем называть. вот и мы начали думаем как называть. Ну посмотрели там в общем имена потом с астрологом нашим знакомым начали общаться и он когда по времени рождения начал нас рассказывать про ну Добрыню мы другого имени вообще просто нам не подходило. Всё тут Добрыня тут Добрыня тут Добрыня хорошее имя и на руке у неё выжигается сердечко 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 в общем ожог в виде сердечка и она говорит всё-таки Любава тоже а потом она когда спросила Добрыню Добрыня как сестречку назовём Добрыня говорит киндер 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 прививки и Любави конечно мы в поликлинику с Добрыней вообще не заходили ну в обычную поликлинику государственную там у Добрыни нет никакого дела на него не открыто ничего такого да я скажу что Добрыня у него был за всё время сейчас ему почти 4 года в 2 месяца в 2 месяца мы полетели на Бали вот и мы по прилёту туда он где-то 2-3 недели нет ну неделю или сколько сопли это у нас было такое выдряхивали из него эти сопли верх ногами ну понятно это с нами там были вопросы тоже то есть мы с собой мы знаем что надо с собой работать вот а потом не болел вообще ни разу ничего не было и когда уже война началась мы были не в Украине а он хотел в Украину и мы тогда немного приболели и он приболел вот это второй раз за всё время всего лишь было когда были ковиды вот ну Иру вообще почти это один раз чуть-чуть коснулось Добрыни вообще понятное дело не коснулось кстати когда когда мы его рожали у нас у обоих такое гриппозное состояние было то есть сомли шли месяц почти до этого и потом чистка 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 была сильная именно когда рожали и Джамиля говорю что у меня температура была я говорю Джамиля что делать может нам маски одеть она говорит дети до там не помню сколько она сказала до двух месяцев до двух недель вообще не подвержены инфекционным каким-то и говорит наоборот с молоком мамы все необходимые как там называются эти ну не микроэминетки в общем для иммунитета необходимое все необходимое он получит с молоком матери конечно у него вообще ничего не было мы там через неделю или через две уже нас отпустило ну какая-то чистка перед родами во время рождения была вот и все тут был вопрос хотел ответить был ли момент у родов когда казалось что нужно ехать в роддом и ты не справляешься или не понимаешь что происходит вот у меня такого момента не было потому что я говорю что внимание все было не в голове момент вопроса возникает когда мы еще думаем но момент на схватке это как раз процесс отдаться телу вот чем больше мы отдаемся телу тело все знает если отдаться телу то тогда тело само все реализует и здесь не нужно думать да в теле уже все наши бабушки наши прабабушки проживали опыт и этот опыт накапливался нарабатывался в нашем теле он передается генетически и поэтому если бы у меня возник такой момент то я бы постаралась бы направить внимание так чтобы забрать из головы в тело да так отпустить что мне мешает сейчас расслабиться если вот у меня в родах был например Добриня залез в бассейн и он мне задавал вопросы вот когда я увидела что он меня отвлекает от тела моего я попросила его забрать вот то есть я не решала вопрос все что-то у меня болит мне надо срочно ехать трудом нет я увидела что вот эта причина сейчас что отвлекает меня от того чтобы расслабиться и я убирала причину да а вот я бы на это обращала внимание классно тут спрашивают сколько по времени схватки и сами рода длились ой потухи очень быстро ну честно говоря по времени я вообще потерялась но потом когда мне Макс сказал что это было всего два с половиной часа все вместе все вместе но потухи очень быстро шли там не знаю может быть может минут 10 да потому что две потухи были в бассейне и пару минут мы вылазили из бассейна время конечно такое очень но у Иры понятно времени вообще не было поэтому она не засекала это все для меня это было где-то пару часов мы по часам так примерно ориентируемся что это было пару часов я так не чувствовала я вообще не чувствовала времени сами роды произошли очень быстро то есть для меня это просто молниеносно это где-то меньше минут все было вы верите в такое что ребенок сам выбирать своих родителей что вообще дата рождения она уже предопределена то есть сама дата рождения и время она уже известна тут вообще не проверю вопрос чувствуете ли так далее как вот этот выбор понимаете тут вообще 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 вопрос выбора очень сам по себе с этим разобраться если выбор вот чтобы говорить уже о том что ребенок выбрал там скорее знаете как-то учителя у заре моего социал проводил и спрашивает заре от расскажи все случайно или предопределено все случайным образом предопределено вот и вот по поводу того как вот ребенок делает выбор вот примерно вот такой бы ответ я дал то есть это за гранью нашего понимания обычного ментального делаете ли пцр теста за границей ли удается их обходить ну такой вопрос мы сейчас в украине находимся поэтому тут вообще вопрос по поводу меди гражданской страны где вы рождали ну мы ждали в украины в украине у нас гражданство украины поэтому тут вопросы понятно будет ждать украины пока пцр тесты мы когда были в европе для меня самое безопасное место где могла расслабиться родить и довериться и стать уязвимой это был мой дом в украине вот мы сюда вернулись в июле в июле месяце как только я почувствовала что мы дома все тогда я почувствовала что теперь я могу двигаться и готовиться к родам даже были стрессовая на то что здесь не все до улы уехали то есть кто-то в турции джимили сейчас в англии даже это меня не остановило не не ехать в украину были какие-то стрессовые у вас там ситуации типа взрывы там или еще что-то этого не было были другие ситуации именно психологически но не связаны с войной но как как давление психическое психологическое но не физическое такого не было информационное скажем даже не информационно потому что я информационного отключилась понимая что на меня это влияет и очень сильно и я не хочу выливать туда свою энергию потому что у меня есть другой процесс куда я чувствую я бы лучше вложила свою энергию и чтобы хотелось чтобы моей реальности раскрывалась а именно больше как близкий круг да когда происходит смена ценностей во время войны да сейчас происходили у каждого свой процесс и вот именно это как стресс такое вызвало очень сильно ну смотрите тут тоже мы мы рассказываем как это для нас было но если есть если вы захотите рожать дома или самостоятельно без без роддома вот вы осознавайте что весь процесс вся ответственность у вас вот и и но вот это вот это четко надо осознавать что не то что вы где-то услышали или кто-то вам посоветовал или как это было у других так значит может быть у меня так вся ответ то есть мы просто делимся так как у нас и у нас свой путь и мы много чего проходили ну реально у нас не было ни страха не было ни стыда ни стыда у иры ни страха боли вот не вот этих кино про страшные роды у иры не было у меня у меня там я же говорю было там что соседи придут еще не было вот здесь спрашивают а где находилась ира во время родов диван пол стол вот смотрите у меня есть два вида родов первые это были в сухую где как только у меня начались ватки я меня сразу проскользнула только не вода то есть я я помню что я залезла в ванну и мне во время воды еще больше становилось то есть мне еще больше сжимала я поняла что в воде не смогу расслабиться и в первых родах у меня все было на фитболе на фитболе все схватки провела только уже в потухах отпустила его а вот во вторых родах то есть я присутствовала не жила в иллюзии как у меня было в первых значит будет во вторых я присутствовала и в этих родах я почувствовала о бассейн вода и мы за два часа реально успели набрать воду и я за когда залезла воду я почувствовала да это вот сейчас это стихия которая для меня расслабляет поэтому вы можете даже себя не знать как у вас уметь и уже почувствуете но быть готовым что может быть и так и так да то есть разные варианты бассейном говорят не успевает может же быть что ребенок сам подсказывает как им лучше связь же есть матерью с ребенком это шинькина поля едина мы как я что наблюдал сырой что с добрыния мы смотрели футбол пока она была беременная то есть конечно уже присутствие души она влияет но это мы заметили четко потому что мы не смотрели футбол до этого добрыния чемпионат не помню европы мира и мы тут смотрим все матчи почти вот и добрыня когда родился он мяч любил любит 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 и он футбол любит играть так зависли по моему а есть на голове стояла с добрыния когда на беременной йогу делала преподавала даже но дела с любого уже у нее другой процесс никакого футбола не было что он было с любого а с любого я сейчас осознаю что я хотела перед этим даже уже до беременности вот то что мы типа себе принадлежим надо беременность у меня появился интерес к музыке я даже ходила на занятия по фортепиано родилась баба и мы видели руки мы поняли что вообще в нашей семье ни у кого нет таких пальцев как у этого чудо ребенка вот то есть я понимаю а вот откуда у меня был интерес к музыке хотя я не слушала музыку моцарта там еще чего-то во время беременности то есть не делала этого как типа надо да но вижу что есть предрасположенность и очень интересно наблюдать что мы знаем кто мы и кто наши дети пошел немножко эхо наверное разрядился разряжается телефон ребят мы можем зуме чуть-чуть остаться но телефон в котором инстаграм уже разряжается потихоньку а ну да тогда в инстаграме давайте прощаться а в зуме продолжим да давайте тут будет удобно если какие-то вопросы есть то мы еще до отвечаем всем пока пока переходите в зум крестить тоже не будете классный вопрос сейчас ответим я люблю этот вопрос так сейчас подождите подключу наушники чтобы вас слышно ой наташа так все теперь тоже буду на два на два гаджета немного конечно такой был разряд тут уже попроще на один там в инстаграме писали что вам вы уже можете курсы вести кстати вот этот я бы ответил тут вопрос потому что тут был вопрос зуме где учится на даул где где учится на даул и так далее вот я тут я вам скажу тут четко как я вижу потому что я вот этот процесс я прямо вижу что потому что у нас есть школа там мастеров по исцелению я тут вижу прямо что никто ничего не учится просто вспоминает свои естественные гениальные таланты то есть вот этот процесс происходит это предназначение и если предназначения нет то никакое учение никакой сертификат не даст гарантии того что ты можешь принимать роды хоть как-то в этом процессе осознанно и участвовать и действительно приносить пользу вот и с другой стороны ты можешь не иметь никаких сертификатов вот и просто в своем гениальном предназначении принимать поэтому поэтому тут конечно вот это разграничение ответственности оно очень важно потому что мы находимся пока в этой системе где как будто бы сертификаты дают дипломы как будто бы дают гарантию что ну что это специалист перед тобой и какую-то защиту вот дальнейших там разбирательств или каких-то претензий со стороны государства или ну кого-то вот поэтому мы не знаю может ира я точно не буду это не является моим предназначением вот я могу поделиться мне действительно это было очень очень сильный опыт именно сами роды но кстати тут иногда я хотел бы вот эту тему затронуть что иногда и там говорят что что лучше мужчинам не присутствовать природом потому что потом уже не будет женщина желанной или что там еще секса не будет в общем вот такая всякая штука многие пугалка пускают всякие пугалки система любви нет нет я скажу если осознанности нет психика не взрослая то это и эта пугалка правильно работает потому что скорее всего для него но для этого человека это так и будет вот это правда вот но если ты в осознанности ты осознаешь моменте что происходит вообще и что для чего вообще существует вот то ну не нету ничего такого нету никого не отвращения не каких-либо других вот это все ерунды вот ну конечно мы если в детском состоянии находимся вот и если у нас женщина это для секса она нужна там чтобы как-то она выглядела и только для этого то тогда конечно может быть и не стоит вам рожать принимать роды на руки ребенка но это но это для меня это действительно уникальный про я у меня столько энергии в тот момент выделилась когда это после этого момент это просто я я так я такого столько энергии но давно не чувствовал но это уникальный опыт и вообще наверное мужчина в этот момент чувствовать что женщина тоже это же единое поле получается то есть можно пройти такой же опыт сильный эмоционально само чудо понимаете да само чудо присутствовать при чуде рождения вот не было никого вот там ну да было в животе да мы слышали там ира точнее ты слышала толкается вот но вот не было никого не было никого и тут вдруг появилось чудо вот все есть понимаете появился ребенок это это вообще уникально а и самое прикольное это витя белки что она говорит ребята я вас поздравляю и и и любаву она не ей не светят лампы больничные она не на холодном столе его не ее никуда не унесли понимаете никто ее не брал там на руки еще непонятно ну кто все она прямо в любящие руки попала и все есть но это на это действительно уникально хотя это не то что уникально это естественно вдруг это стало для нас уникально вот это устро и бабушка рада я теперь тоже которая первый раз говорила только в роддом давай первого в роддоме а второго уже где захотите сейчас уже так не говорит была счастлива держать внучку уже через пять минут всегда на руках слышишь пишет не напишет приятно видеть иру живой спокойной третий день она такая же счастливой без на пуск на пускной усталости тяжкости страданий такого пострадать когда она она только родила была уже не усталой понимаете живой вот ну понятно она там ходила немножко так согнувшись первое время это так надо и просто же милия посоветовала но так надо вот но она уже на следующий день активно ходила вообще по буду крестить будем ли мы крестить куда крестить что это вообще такое нам объясните что это такое церкви наверно а я отвечаю на этот вопрос что нам посредники для детей с богом не нужны у них прямой контакт и связь с жизнью я хотел про роддом сказать что для меня самое страшное в этой теме что ребенка забирают там и непонятно что с ним делают и приносят там я не знаю это ли на следующий день что ли только кормить то есть вот эти первые дни когда наоборот должна быть связь там с мамой с родителями да она с нами уже спала между нами с самого начала сразу а и добрыня потом добрыня ночью проснулся четыре утра проснулся с бабушкой спал прибегает такой что-то заплакал прибегает такой я говорю добрыня пошли к нам пошли к нам познакомишься с сестричкой он такой прибегает 10 вот это прямо дома понимаете вообще кстати это когда-то в ведах встречал или читал что за две недели до рождения но уединяется мод женой то есть вообще чтобы их никто не звонил то есть вот это их поле они две недели вместе до рождения проходят и после рождения еще две детей тоже чтобы их никто не трогал не звонил не то а уж тоже говорит когда в роддоме там все чужие люди вот моя мама поделилась я бы даже не узнала этого вот она сейчас присутствовала она сказала такую вещь что оказывается когда я родилась то меня принесли через три дня ей три дня я грубо мама как-то наградил же с ума сходила и потом никто же не объясняет нам почему женщин депрессии да почему у них стресс почему гормоны вырабатывается кортизола только просто потому что ее тело когда дать тело родила вот 10 месяцев ребенка его нет стресс у тела тело начинает вырабатывать кортизол соответственно естественно состояние потому женщины что на депрессии что смешно уже ребенка дали уже он есть все она не может не насладиться потому что вот этот эффект остался что тело родила а ребенка нет и вот нам никто тоже потом не берет ну да ну а мы родили я родилась в этом состоянии забирают хорошо это очень радует насколько сколько других процессов потом когда уже женщина идет домой и с ней что-то происходит никто же из врачей не говорит ну да да это потому что вот это мы делали теперь с вами вот это происходит нет это просто женщина остается сама с этими процессами и сама в себе разбирается и очень много кто остается потом депрессия того что ожидания от родов были одни а реальность сложилась другая потому что опять-таки ответственность все-таки была поделена как будто бы еще на ком-то и вот такой результат потом многие женщины отпускают эту грусть и разочарование что все это супер ищусь еще и сидит да я удивляюсь после вторых родов восстановление быстрее происходит в организме я чувствую что совсем быстрее хотя говорят что во вторые роды и дольше ну самое главное мое послание наверное для женщин это научиться взаимодействовать со своим телом потому что когда мы чувствуем свое тело мы четко чувствуем что какие инструменты нам нужно да где-то йога нужна где-то специалист нужен и для меня это первое это остеопат остеопат это тот человек который снимает я вообще удивляюсь когда женщины говорят что у них есть какие-то спина болит в этих приложениях пишут у вас там такой-то месяц естественное состояние боль в спине крепатур там еще что-то еще что-то перед печень я всегда читаю думаю смысле подождите почему это естественно потому что ни в первых не во вторых родах меня никакой боли не в спине не в пояснице нигде не было я всегда как только чувствовала что мое тело не успевает за за самим развитием ребенка я шла к остеопату он поправлял мне кости мгновение у меня там вместо девяносто двух сантиметров девяносто четыре сантиметра бедра то есть за один прием у меня остеопат расширяет кости все и все становится на свои места боли нет то есть и все это есть доступно в нашем мире сейчас но не в больнице в больнице никто вам остеопата не порекомендую сейчас может и в украине я не слышала если в германии да там есть прям когда рождается ребенок там даже остеопат смотрит ребенка после родов и это очень важно то есть когда у вас бессонных ночей не будет если ребенка остеопат посмотрит он уберет все докорректирует все что там было во время рода вдруг какое-то нарушение и у вас будет спокойно и восстановление ребенок будет спать вчера были остеопата и ногу тянула после родов уже уже не тянет и и с любого он поработал и сырой поработал уже все тоже стало нас сейчас я все не проснулись утром говорю спонсор спокойной ночи остеопат виталий здорово что происходит постепенная замена нового общества то есть появляются таким остеопаты даулы и потихоньку как бы создается новое общество но в плане новая но не система а вот просто перерождение на будем будем заканчивать тут пишут что приятно что максим такой спокойный получивший удовольствие у меня давно внутри спокойствие в любых ситуациях поэтому и доверие всему что происходит поэтому хорошо что да что вы это видите так как килограмм набрала и раза беременность за вторую я набрала 10 килограмм за первую 8 а потом они уходят или как пишите мне в личку я поделюсь контактами у меня два остеопата разных на разный случай по поводу позы тут еще вопрос какой позе лежал это поза гопника нас который узкая теме на самом деле ты на 4 2 2 я же на мяче уже лежала но это но на самом деле вы чувствует любом случае будете чувствовать свои позы бывает даже на боку рожает то есть это может быть даже уникальная поза которые вам напишут скажут что это не то поза но для вас она будет лучше вообще рождение ребенка омолаживает женщины я слышу так ира уже пошла это лучше да это к ней вопрос но есть там такая информация что конечно все процессы усиливают обменные процессы усиливаются вот и такой очень сильный всплеск гормональный происходит поэтому есть такая информация но это лучше конечно или меня меня омолаживает меня омолаживает потому что по паспорту мне сколько сейчас скажу 48 по моему да и мы когда сырой где-то год назад но мы так предполагали мы у нас было предчувствие что девочку девы мы знали что будет девочка то есть у нас это вообще то есть это не было вопроса особо и ну мы делали узи и как бы подтверждали это но для себя вот и мы сыра я помню как у нас был разговор я говорю ира так что как мы второго ребенка готовы говорит это как говорит она мне говорит ты как себе позволить можешь второго ребенка еще одного ребенка там типа в том возрасте который меня я такой тону говорю да класс класс это для меня и стимул сильная мотивация большая для того чтобы но отцом отцом быть и это определенный вот это определенное состояние понятное нормальный возраст это только как бы начало вообще если минимально это 100 лет но по идее природы как заложено 50 только 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 ну это я тоже кстати это как ира выгружала из головы вот это представление мамы на то что рожать это ужас 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 вот я точно так же выгружаю по поводу возраста и процессах возрастных которые там должны у меня какие-то запускаться с определенным временем точно так же с этим работаю вообще как бы есть информация что сейчас будут люди и 200 и 300 лет жить у нас идет перезагрузка там на уровне днк так что я считаю что это поколение она уже все равно будет да я исследую тоже эту тему на уровне сознания как выгрузить вот эти старые программы которые тело старят раньше времени там считается что-то но он как бы по-моему уже убирается днк была чуть-чуть модифицирована ну в общем тоже отдельная тема вот так что но принципе поотвечали на вопросы такие которые были вроде да классный эфир благодарю рассказали степан я тебя благодарю тоже я бы вас скорее всего вряд ли инициировал благодарю тебя за то что ты правил ну как бы это очень важная тема и нужно люди должны этот опыт слышать знать и как бы например это увеличиваться давайте так чтобы мы некоторые стереотипы получас по сразу по отпускали тут покрещение есть вопрос крестить конечно мы не будем вообще даже об этом не стоит никакого вопроса крестить мы не будем но сейчас объяснять почему вообще даже не считаю нужным я думаю что многие из вас уже это и так прививки делать мы не будем на учет в поликлинику установиться мы не будем соску давать мы не будем смесью но возможно там но нету для этого никакой причины на данный момент поэтому ира корми к груди деда мороза вызывать мы добры не добры не ну не будем соответственно любви тоже то есть нету этого кино там про того кого не существует действительности понимаете вот поэтому у добры не даже не было коляски с которым так вот в парке ира в парке мы не ходили в парке нет не было этого кино с парком вот он он у нас как мама моя говорила он у вас с первых дней на работает он у нас практически с первых дней мы там в какую-то удобную его положение и по своим делам поехали он у нас все время мотался с нами везде вот мы через два месяца поехали на бали и он с нами на бали полетел через два месяца с любого и раз захотела коляску купить но пока пока не она не применила она там не сильно лежит не так что но посмотрим для девочки так вот выбрать ну выбрали коляску такую красивую посмотрим как она будет так что многие такие вещи которые приняты у нас их не вообще нет я помню я любил в коляске у меня коляска была такая где сидишь и видишь землю видишь это ты уже сидеть мог понятное дело тут уже другое он добры не где-то в два года тоже захотел в коляске так он на руках у нас хотел время вот мы в два месяца добры не уже с нами на мопеде и сделал знаете там и были на бали вот и не помню как называется ткань такая которая завязывается и он ездил с нами на мопеде гонял ну это лучше конечно чем коляска конечно как можно на бали на мопеде с любого посмотрим что как будет а еще такой вопрос на каждого с каждым ребенком приходит на богатство но то есть на каждого ребенка положено там определенное материальное состояние но ты как бы есть такое ощущение и приходит на него да не то что ощущение но наблюдение есть такое наблюдение я слышал об этом до этого но принципе с каждым рождением там у меня же до 3 уже ребенок до этого был но до этого есть сын ваня иван ему уже 16 лет сейчас вот с его рождением у меня квартира появилась у нас тогда на тот момент чудесным образом с добрынным рождением вот у нас дом свой и в принципе но я бы так не не рассчитывал там прямо заказы какие-то все что необходимо оно будет вот и но тут для меня процесс такой заключается в том чтобы с собой работать блоки у себя убирать быть в потоке реализовываться на полную эффективно все остальное необходимым образом добавится поэтому но но это я чувствую то есть то что то что больше открывается и больше дается ну и приходит энергия это я чувствую а первый тоже сырой не нет 1 1 1 1 1 с другой женщины вот мы сейчас в отличных взаимоотношениях с ней и в контакте взаимодействуем всегда берем баню и племянницу берем если куда-то едем вот они там большой компании у нас в машине вот путешествуем или по украине или по европе тут уже трижды встречаю вопрос про рожать за границей были ли мысли рожать за границей у нас мысли проскакивали но 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 по ощущениям у нас все равно когда война началась мы были в мексике просто путешествовали там и ну так начали чувствовать вообще что нам дальше делать вот потом переехали в европу и в испании побыли какое-то время ну и потом явно чувствовали что нам надо ехать украину все то есть мысли были понятно что тем более в этой ситуации мы исследовали исследовали там в америке рожать европе рожать но там из-за гражданства особо не было этого вот не скорее всего из-за гражданства немного было вот не потому что там какие-то условия лучше а больше как бы из-за гражданства но потом это все в общем бросили потому что нас вело в украину просто приехали в украину тут себя прекрасно чувствуем то есть мы реально приехали здесь потому что мы мы пока пока не были в украине и мы немного приболели такие то есть у нас насморк был и добрыня вообще ночью плохо спал он там просыпался и домой хотел мы потом вычислили что он домой хотел вот все мы когда приняли решение что едем домой в украину все 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 пришли в себя выздоровели энергия пошла вот и мы приехали в украину прекрасно себя здесь чувствую кстати вопрос по поводу гражданства ну такой ты эту тему про урср ну знаешь не знаешь там да знаю интересно какое у нее гражданство урср или украина как это назвать какой ну слушай тут есть определенные прям люди которые в этом сильно ну прямо разбираются изучают исследуют посвящают жизни тому вот и дай бог чтобы они эти все группы которые отдельно исследуют эту тему наконец-то где-то начали в каком-то месте соединяться и уже что-то новое происходило они для меня я я больше чувствую естественность вот естественность больше чувствую поэтому я я вижу что гражданство рима кстати это тоже подсказывает что гражданство это не ограничение наше вот это это как ты рима это юрист наш который хорошо в этом разбирается тоже вы чувствует хорошо она говорит что гражданство это это как свидетельство о том что ты являешься властником державы вот это это сельство вас это как властных державы вот это вот это обозначает но я собственно про это и говорю да про какой про какую державу будет речь я думаю что тут нам надо научиться разговаривать и взаимодействовать в общем поле потому что пока этого еще не особо не происходит вот мы как бы пока на бумажке смотрим показываем друг другу бумажки и говорим как будто бы это является чем-то живым потому что жизнь живая происходит вот мы сейчас вот разговариваем вот живой процесс вот они то что кто-то когда-то что-то сказал или там решил но вот я за это я вообще хотел затронуть эту тему про объединение что дальше как развиваться можно либо потом отдельно я думаю что точно потом отдельно потому что эта тема сейчас родована ну интересно сам самими самими родными да так что так но больше вопросов если не было друзья благодарим вас тоже за присутствие и за ваши вопросы что нам дали нам тоже поделиться и в поле все таки этим эту информацию напоследок хотел бы сказать такое что что страхи необходимо все выгружать все выгружать я прям видел когда с рождением добрыни даже уже там еще какие-то старые бабушкины страхи погружались там нельзя показывать что нельзя там еще чтобы не сглазить вот и так далее вот работать с собой и осознавать себя и вот этого это поле вот осознанности она ну я чувствую что она являет как типа является защитой но тут не нужна защита потому что вы не находитесь в иллюзии что есть кто-то кто вас хочет как-то атаковать или что-то вам нагрели как-то навредить поэтому страхи и вот ира говорила это часто в родах это прямо и в родах и в родительстве потом мешает быть ответственными осознанно в моменте в потоке находиться страхи действительно необходимо все отпускать хорошо приятный конечно разговор на будем заканчивать вижу ваши лица благодарю вас степан еще раз благодарю тебя я тоже все пока пока